Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, экспортируем интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект очень часто уходит из нашей страны бесплатно и безвозвратно. Это не просто расточительно, это недопустимо по отношению к собственной стране. Теряя талантливых ученых, специалистов, Россия теряет ведь не только деньги, время, потраченное на их подготовку, но и, по сути, теряет позиции в конкурентной борьбе за будущее. Я напомню известные слова Сергея Капица, они довольно известны, но тем не менее они очень яркие. Математика это то, что русские преподают китайцам в американских университетах. Такого положения быть, конечно, не должно. Мы должны создать все условия, чтобы новое поколение могло реализовать свой потенциал именно в России. Система образования также должна исходить из того, что современная экономика требует от человека постоянной учебы, совершенствования его знаний. Теперь, по сути, все мы учимся всю жизнь. Задача этого блока соответствующим образом настроить всю систему образования. Мы понимаем, что главная инвестиция, если рассматривать среднесрочный период, это грамотная система управления талантами. Чтобы за рубеж мы действительно отправляли не интеллект, а интеллектуальные товары и такие же услуги. Чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день за каждый процент роста, за каждый регион, за каждый населенный пункт, за каждую компанию, за каждую идею. То есть, сражаться за будущее России. Спасибо.